Почти вся молодожь была здесь. Они ходили недолго, но они здесь были. Через этот спортивный зал прошли, наверное, все мальчишки села Быков-Отрок. Заслуженный тренер Андрей Конопелько, который воспитывал из ребят настоящих спортсменов, прививал здесь любовь к греко-римской борьбе каждому, кто переступал порог сельского спортклуба. Легендарного наставника нет уже два года, но дело его живет и развивается. В этом году исполняется 35 лет, как Андрей Артемович начал работать в селе Быков-Отрок. И меряется эта цифра уже не сотнями мальчишек и девчонок, а тысячами. И хотелось бы, чтобы эти стены принимали еще долгие-долгие годы ребят. И продолжали уже меряться десятками тысяч. Раньше ребята тренировались в этом же зале, но был он не такой большой. В помещении было разделено на три части. Тут боролись, рядом играли, дальше занимались на тренажерах. Сейчас здесь одновременно могут бороться три пары спортсменов. Не каждый может похвастаться, что в поселке есть такой современный спортивный клуб, в котором можно заниматься, приходить. Из этих ребят будут вырастать и хорошие борцы, и чемпионы. Есть какая-то такая своя внутренняя закалка, стремление к победам, борьбе и всему прочему. Поэтому я уверен, что этот зал вырастет из своих чемпионов. Реконструкция спортивного зала в селе Бокфатрог – это очередной этап реализации проекта «Дростсело». Его уже четыре года поддерживает компания «Фосагра». И за это время были отремонтированы десять объектов, в которых появились помещения для борьбы и бокса, а также тренажерные залы. В десяти селах у нас отремонтированы залы спортивные, закуплены инвентарии, и дети уже занимаются активно. А этот проект Бокфатрога – это проект на два года. Первый год – это первый этап открытия, это зала, Большого Борцовского зала, 30 метров на 6, и тренажерного зала. На следующий год у нас планируется открытие шахматного клуба. Проект «Дростсело» будет продолжаться и дальше. Фуркат Амиров рассказывает, что уже сейчас проводятся встречи с жителями других сел Бокфатрогского муниципального образования, в ходе которых выясняется необходимость спортивных объектов. Где-то просят обустроить залы для волейбола, где-то хотят развивать баскетбол или футбол. В каждом селе свои предпочтения и исторически сложившиеся увлечения, а потому исходить надо из потребностей самих жителей. Кстати, спортивные залы, отремонтированные при поддержке «Фосагра», открыты для всех. Тренироваться в них могут не только воспитанники спортивных секций, но и все сельчане, которые хотят приобщиться к спорту.